привет ребята привет онлайн-зрители привет дима здравствуй денис и так у тебя будет доклад про nexus все верно а чем ты еще занимаешься мы в нашей команде поддерживаем множество всяческих внешних инструментов среди которых гитлаб гитлаб ся и которые к нему относятся utrek team city и всякая прочая нечисть отлично и у тебя будет доклад только про nexus или как-то там про все это весь этот зоопарк нет весь зоопарк мы затрагивать конечно не будем мы сконцентрируемся именно на nexus именно на его компоненте репозиторий менеджер и будем разговаривать о нем что в нем есть хорошего что в нем есть плохого я расскажу много замечательных интересных историй байки травить будешь да огонь ну и последний вопрос и мы начнем для кого этот доклад доклад скорее для людей которые с нексусом хотя бы поверхностно знакомы и хотят узнать какие у него есть подводные камни чтобы или полегче с проблемами разобраться или вообще на них не наступить отлично тогда передаю тебе слово спасибо всем привет ну и как вы видите название доклада любовь ненависть nexus репозиторий менеджер начнем с небольшого экскурса пожалуйста поднимите руку кто из вас знает что такое nexus или хотя бы раз им пользовался вот такого вот я ожидал чего угодно но не такого количества рук что хорошо тем не менее есть люди которые не знают что такое nexus и слышат про него впервые эта платформа она состоит из множества компонентов таких как nexus репозиторий менеджер nexus firewall и nexus life cycle мы будем сегодня разговаривать в основном про nexus репозиторий менеджеры сконцентрируемся на нем но для тех кому интересно firewall и life cycle это штуки для информационной безопасности одна штука это для анализа опенсорсных зависимостей а вторая штука для аналитиков информационной безопасности которые могут посмотреть все цвешки которые в каком-то уязвимом пакете оказались хорошей подробной расшифровкой но это все стоит очень много денег что же за nexus репозиторий менеджер такой это менеджер репозитория в которой позволяет вам хранить разные форматы данных такие как нюгет нпм докер мэйвен пайпи пакеты дебиан пакеты to be shop пакеты и многое-многое другое и вы спросите а чего именно он ну потому что из всех существующих подобных решений nexus это единственный бесплатный инструмент с очень большой функциональностью что называется из коробки и сейчас я хочу с вами поговорить за что же его можно любить чем он так хорош начнем с философии и nexus репозиторий менеджер как следует из названия это именно менеджер репозиториев то есть это своего рода комбайн а я бы даже лучше сказал что это бетономешалка потому что все зависимости артефакта он очень интересно перемешивает который позволяет вам подружить между собой все эти форматы ну согласитесь когда вы разрабатываете какое-то приложение вам редко нужен например только new get или только питон у вас например приложение у вас есть backend у вас есть фронт-энд потом это все дело нужно континеризовать и задеплоить куда-нибудь в кубернетис на код nexus благодаря своему формату он поддерживает все эти три штуки и вам не нужно иметь ничего другого поговорим про типы репозиториев это очень классная вещь которая в на кссе есть первый тип называется hosted или же приватный репозиторий у вас есть какая-то библиотека которую вы используете только в своей компании и вот вы будете хранить ее именно здесь в этом приватном репозитории вторая штука это прокси в данном примере указан нюги торг для тех кто не знаком это из мира дотнета основное хранилище опенсорсных пакетов и третий тип эта группа что она позволяет сделать вы можете создать несколько приватных репозиториев и вы знаете помимо например нюги торга еще какие-то прокси нюгета которые вы хотите включить и вы все это спрячете за одним урлом и при обращении к этому урлу у вас будут выкачиваться все все зависимости таким образом у вас конфигурация сократится до одной строчки итоговая схема работы будет выглядеть как-то так то есть разработчик или какой-то сайт там get lab runner team city агент начинает сборку улетает запрос в группу и внутри группы уже как-то разруливается из какого источника какой пакет скачать она поймет что есть приватные пакеты приватные пакеты и поймет какие пакеты нужно взять из open source репозитория это удобно и смотрите возьмем такую ситуацию до использования nexus наша конфигурация выглядела подобным образом то есть у нас здесь есть три источника гугловый maven central и плагины для граду мы поднимаем с вами nexus у нас есть какой-то урл для всего этого дела мы обозначаем что он находится вот здесь и теперь все пакеты из трех источников мы будем получать именно отсюда и ничего нам больше делать для этого не нужно в то же самое время вы компания вы развиваетесь у вас появляются новые репозитории откуда вы хотите все это качать вы просто создаете еще одно прокси и добавляете его в группу и для всех пользователей им не надо менять конфигурационный файл им вообще ничего делать не нужно у них автоматически появляется новый источник пакетов это правда очень удобно еще хочу сказать за безопасность есть такая штука называется dependency confusion поднимите руку кто знает что это такое замечательно рук уже намного меньше так вот dependency confusion это такая штука малварь из опенсорсных репозиториев ну python npm ruby gem new get что угодно которая автоматически распределяется дальше по всей цепочке поставок проникая во внутренние приложения вашей компании без какого-либо вашего участия и выглядит это так смотрите это файл с нпм модулями то что выделено желтым оно существует в нпм орг эти пакеты там присутствуют и лежат то что выделено красным эти пакеты в зависимостях обозначены но в npm gs.org вы их не найдете таким образом мы с вами понимаем что это приватные пакеты и если кое-чего сделать их можно подменить и вашу компанию интересным образом похакать то есть публикуется npm pip пакет ruby gem и так далее с какими-то с точно таким же и пенем например pp paypal или paypal логгер но уже внутри внедрена какая-то метрика либо же какой-то вредоносный код и если у вас не настроены определенные правила роутинга или сборки которых мы поговорим чуть чуть попозже вытянется так скажем неправильный пакет и вы получите молварь в своей системе сборки как от этого защититься и именно на этом моменте я хочу вас всех немножко послать а именно я хочу вас отправить посмотреть наш доклад с денисом тарасовым который мы делали прошлым летом там эта тема рассматривается намного подробней на примере нюгета там есть пример как можно сломать приложение либо ваше либо чё-либо еще и вы очень много узнаете о том что такое цепочка поставок и как ее грамотно защищать но было бы плохо с моей стороны не рассказать хотя бы каких-то базовых методах защиты на есть такая штука она называется routing rules выглядит в интерфейсе она вот так то есть это какой-то регекс у него есть режим работы блокировать или позволять и что эта штука делает регекс выглядит вот так для тех кому было плохо видно вот поднимите руку у нас есть какой-то приватный пакет допустим my company . org неважно логер корр что угодно без правил маршрутизации если такой пакет присутствует на нюге торг откуда он скачается поднимите руку кто считает что скачается из приватного репозитория так поднимите руку кто считает что из прокси целом вы правы именно эту проблему сейчас нужно решить настроив правила маршрутизации и сказав что пакеты с таким префиксом качай только из хостед репозитория мы всегда будем качать из хостеда и тем самым мы обезопасим себя от dependency confusion еще хочу поговорить о такой важной теме в репозиториях называется она чистота поговорим в первую очередь про мусор и устаревание артефактов что же мы будем мусором считать это одноразовые или превью пакеты артефакты или образы которым на продуктовой площадке или даже и хранить особо то и не надо но они тем не менее появляются и почему это происходит ну потому что согласно даже философии девопса что у нас есть некий процесс при котором на каждое изменение кода или даже на каждый комит начинает происходить сборка этого самого кода а результатом сборки у нас что является правильно какой-то пакет или артефакт который мы публикуем в хранилище в данном случае это nexus этот подход он не всегда оправдан и если у вас идет очень активная разработка то репозиторий быстро засориться а если вы еще используете в качестве хранилища ну скажем с 3 где где бывают определенные ограничения на количество хранимых объектов то вам может быть критично не только свободное место которое вы потребляете на диске но и именно количество этих объектов как же быть так вот ну первый наверное способ он организационный это пересмотреть подход к сборке ваших артефактов на каждый комит возможно не стоит так делать возможно стоит собирать только при вливании мерзь реквест но опять же это не всегда оправданно и если у вас не очень активная разработка вы можете этим пренебречь а второй совет который я могу вам дать использовать вшитый в nexus клинок полисе клинок полисе это опять же регекс с параметрами описывающий при каких условиях нужно удалять артефакты из репозитория и вот здесь начинаются небольшие хитрости у нас есть возраст компонента он называется компонент age и у нас есть с вами пакет он стал старше 30 дней все автоматика внутри nexus пройдет и удалит его и вы этого пакета больше никогда не увидеть ну звучит согласитесь с одной стороны нормально с другой стороны не очень ну не хотим и так часто пакеты удалять второй более хитрый параметр который мне нравится больше всех это последняя дата скачки то есть у вас есть библиотека хорошо тестированная популярная вашей компании которой пользуются многие другие команды какая-то инфраструктурная например и вы в ближайшее время обновление на нее выпускать не планируете и она активно используется в nexus будет счетчик если например этот счетчик увидит что даже вашу популярную библиотеку 30 дней никто не качал хотя и может быть год два десять лет неважно он ее не удалит как только этот момент наступит что ее 30 дней не качали вот тогда она пойдет под нож и будет выброшена в мусорку ну и куда без сопоставления имени мы не можем удалять все что мы хотим то есть мы можем также регексом обозначить что пакеты с такими префиксами мы удаляем либо другие не трогаем и отдельно скажу что все вот эти вот три параметра можно комбинировать между собой на мой взгляд самая удачная комбинация является это last downloaded date и asset name matcher расскажу историю у нас в контуре была проблема докер репозиторий стал весить слишком много на тот момент это было почти 12 терабайт потому что многие команды использовали как раз таки невероятно активный процесс сборки что мы сделали но мы поговорили и пришли к выводу что наверное образы которые больше полугода не качались они все-таки не нужны давайте мы их будем вычищать и у нас сэкономилось место почти в два раза то есть мы похудели с 12 терабайт до 6 что и по объектам нам очень прилично сэкономило хотя для нас это не важно было и по месту а вот это было очень важно так что вывод из этого всего простой чистота залог здоровья сейчас я буду рассказывать еще несколько очень классных историй но они уже больше про ненависть и первая проблема nexus с которой скорее всего каждый из вас так или иначе знаком кто его пробовал эта архитектура а начинается она с того что это монолит и под монолитом я имею ввиду что в случае с nexus первая его причина его монолитности это база в бесплатной версии которая называется orient db и в определенных случаях и ситуациях база может быть довольно хороша работать быстро выполнять быстро джойны она графовая и документоориентированная но как только вы начинаете использовать паттерн лайк при поиске а любой клиент к любому типу репозитория будет этот паттерн использовать например npm перед тем как скачать пакет он сделает get запрос и посмотрит а если вообще такой пакет и если такого пакета нет он скажет ну например версии 1.0.1 нет но есть версия 1.0.0 попробуй использовать ее и orient db в этом случае ведет себя очень плохо он сваливается full scan то есть если у вас пакетов много у вас время на сканирование уходит больше все тормозит все медленно все не очень прикольно вторая проблема с orient db она не отчуждаемая что под этим я имею ввиду если вы хоститесь кубернетиси или просто запускаете где-то докер контейнер с nexus вы не сможете базу данных оттуда выдрать то есть кажется что это какая-то такая вещь которую вот надо поставить по соседству и пусть она себе живет и возможно даже можно кластеризовать у вас это не получится сделать почему потому что санатайп сделали хитро у них есть самописная утилита которая с базой взаимодействует и путь до базы креды к базе они зашиты вот прямо внутри образа или бинарника и таким образом даже если вы захотите форкнуть это все и переписать вас это не сильно получится потому что реализация этой утилиты она в общем то закрыта поэтому извините здесь я поговорю про эластик он точно также не отчуждаемый точно также прибит гвоздями и он находится внутри контейнера либо внутри бинаря но эластик он решает первую проблему которую они породили orient db то есть он строит индекс над базой из-за чего поиск становится значительно шустрее дальше мы еще раз этой проблемы коснемся но немножко в другом ключе исходя из всего вышесказанного nexus не масштабируется горизонтально никаким образом кто-то кто знаком с платными версиями может сказать ну вообще-то у них есть postgres в платной версии и вы будете правы но вы сможете кластеризовать postgres вы сможете его вытащить и строить над ним какую-то аналитику что будет весьма полезно однако эластик вы все равно из nexus не достанете поднять его внешне и натравить к сожалению он такой возможности нам не дает и еще очень интересная штука nexus хранит данные в блабах в блабах как в сущности ничего плохого нет но казалось бы что вам мешало изначально использовать какую-то революционную базу данных и хранить пакет ну как он есть вместо этого что происходит мы проваливаемся в так называемые чаптеры ориента видим какой-то файл он ведет на другой файл и так далее и так далее но при запросе в описку nexus нам это все любезно склеит и отдаст полноценный контент но если вы внезапно захотите мигрировать из одного репозитория в другой даже внутри nexus вам может быть это делать очень больно потому что а пишка у него медленно об этом мы тоже чуть чуть попозже поговорим а просто взять и условно сделать control c control в папочки мы не сможем потому что все данные они распределены черт пойми как в итоге конечная архитектура когда мы например хостимся в кубернетисе выглядит примерно вот в такой схеме то есть у нас есть какой-то балансировщик нагрузки с него запрос попадает на ingress и с ingress он уже уходит в nexus внутри которого у нас есть orient elastic и которые все данные хранят на каком-то хранилище то есть это может быть s3 nexus позволяет использовать s3 но важную сделаю оговорочку это только avs сколько я не читал про завести его например на vk и по-моему яндекс s3 ни у кого из моих знакомых не получилось так что будьте внимательны как я обещал поговорим немножко про api она медленно она очень неповоротливая и сейчас я иду веду речь не об api репозитория в которой в nexus реализованы а именно оба пишки самого nexus как сервиса и первая проблема это погенация смотрите в nexus она реализована посредством токенов то есть это выглядит следующим образом мы отправляем запрос на получение компонентов нам в ответе вернулась 10 штук но конечно же есть еще и этот токен мы как параметр подставляем следующий запрос и таким образом получаем все пакеты пока токен не будет равен нулу и здесь возникает вторая проблема количество элементов на запрос его нельзя регулировать или увеличить то есть в классическом механизме например skip take вы можете указать там по 500 по 1000 или даже по 10 тысяч здесь у вас такого не получится и к сожалению санатайп глух к просьбам пользователей сделать это настраиваемым зачем это вообще может нам пригодиться но скажем мы хотим сделать безопаснее у нас появился какой-то сканер который умеет выкачивать пакет потрошить его по каким-то паттернам проверять но для этого нам разумеется надо будет сходить в api шку каждый компонент получить скачать и что-то с ним поделать и здесь мы приходим к третьей проблеме эта пишка очень медленная задача у нас есть 10 тысяч компонентов на каждый запрос нам вернется 10 штук время ответа на запрос примерно 3 секунды иногда чуть быстрее а иногда даже медленнее таким образом нам нужно будет сделать тысячу запросов потратить на это 3000 секунд или почти 50 минут ну согласитесь для 10 тысяч компонентов это как-то даже я бы сказал неприлично вы скажете так вы наверное задушили его дайте ему больше памяти процессора и так далее и так далее но дело в том что сколько дров печку не кидай ничего не выйдет мы пробовали увеличить количество ядер в два раза мы пробовали дать ему больше памяти и даже высвободить сетевой канал для него ничего не помогает и мы приходим к выводу что api оно не отзывчиво само по себе несмотря на те ресурсы которые вы сервису выделите но можно ускориться помимо стандартного и по n point а на get есть in point который называется search и мы можем через него искать он работает в десятки раз быстрее то есть ответ на запросы вот у вас будет менее чем полсекунды и в ответе магия возвращается не 10 на 50 компонентов и соответственно наша задача преобразуется в такую мы делаем не тысячу запросов а 200 нам нужно не 3000 секунд а всего лишь 100 то есть на вместо 50 минут потребуется чуть больше полутора ну это же здорово это классно для решения конкретной нашей задачи способ подойдет отлично вот только если у вас будет больше 50 тысяч компонентов у вас все сломается отвечу на вопрос почему в первом случае когда мы используем endpoint nugget nexus идет прямо в базу то есть он прямо отправляет запрос открывает транзакцию говорит дай мне вот это вот все и достает нужную информацию и нам ее возвращает второй метод он ходит в эластик и берет информацию оттуда ну и соответственно искать по индексу это намного быстрее чем напрямую ходить в базу поэтому и такое разительное ускорение но scroll ap elastic она ограничена 50 тысячами компонентов в ответе я не скажу что я очень хорошо разбираюсь в эластике но то что я успел почитать в документации написано что ну ребят если вам на запрос надо вернуть больше 50 тысяч компонентов наверное вы делаете что-то не так и надо подумать немножко о другой реализации того как вы elastic используете возможно шардировать кластеризовать и так далее но как мы помним nexus нам этого сделать не позволяет баги лаги и ритрай это вот вообще мое любимое потому что когда мы писали определенный сканер для nexus это прям боль была ищем много пакетов получили первые несколько пачек все у нас идет хорошо внезапно вместо токена нам берет и возвращается ну а получили мы допустим 30 компонентов а мы точно знаем что их тысяч 50 и весь процесс либо начинать заново либо обмазываем это все дело ритраями а вот только иногда ну может по какой-то неизвестной причине прилететь более пяти раз подряд как бы количество ритраев выбирайте самостоятельно вот денис сидит улыбается но мы с ним на этом очень много что называется огребли и в слове безопасность у нас потерялась буква у а если вы внимательно смотрели то она обозначала у нас удобство что же я под этим имею ввиду возвращаемся к нашим правилам маршрутизации и регекс это здорово это прекрасно возможно вы их хорошо понимаете и любите писать вот только когда он становится вот такого вида могут начаться определенные проблемы и у человека который их пишет постоянно но еще больше проблем возникнет у человека который их пишет там условно раз в полгода что здесь вообще происходит у нас есть пакет который по какой-то любой причине попал к нам не в немилость но только после определенной версии а все версии что были до нам надо оставить разрешенными и тут у нас начинаются приключения что мажоры запретить какие-то миноры разрешить какие-то патч версии запретить какие-то разрешить и вот таким вот хитрыми исключениями приходится очень много обрабатывать и там спустя полгода когда ты снова за это садишься ты такой что как это вообще ни черта не понятно поднимите руку кто считает что nexus open-source так хорошо хорошо но он действительно своего рода open-source часть кода действительно лежит в виде open-source на гитхабе вы можете ее посмотреть вы можете туда даже попытаться поконтрибьюти что-то а вот если вы попробуете найти реализацию любого типа репозитория вас ждет большое разочарование потому что вам интересно как реализовано не найдете как работает докер как имплементирована его api тоже ничего и такой последний по списку но не по значению это очень неоднозначное отношение к пул реквестом от сообщества давайте такой небольшой квиз можно ли сделать так чтобы nexus в своем ответе отдавал больше десяти элементов поднимите руку кто считает что да хорошо правильно а написано для этого кота теперь поднимите левую руку кто считает что да замечательно и вы вновь оказались правы а этот код в main ветки а сейчас я вас попрошу поднять не руку а ногу сложно да и некомфортно и даже может быть неприятно так вот ответ нет разбираемся подробнее существовал вот такой пул реквест что он опция добавляет лимит к тому сколько мы из опишки можем получить как вы видите у человека 22 лайка что ну немало в рамках гитхаба и обратите внимание пожалуйста на дату 23 октября 2019 года спустя почти три года мы видим что пул реквест закрыт не принят закрыт спрашиваем у человека что случилось почему так и ответ будет простой говорит меня до пендобот заманал у меня там пул реквесте зависимости он постоянно меня терроризирует чтобы я их обновил а пул реквест не принимает мне надоели эти нотификации я просто закрыл пул реквест и живу себе спокойно ну как то так поговорим за поддержку она очень важна но я должен сделать очень важную оговорку мы никогда не были платными клиентами санатайк потому что взвешивая все плюсы и минусы за те деньги что они просят именно за next репозиторий менеджер в этом нет никакого смысла и резонный вопрос ну хорошо в этом с багами вам нужен лимит увеличенный заплатите все у вас будет не спешите радоваться потому что человек прямым текстом говорит что мы были платными клиентами наши тикеты не приоритизировались задачи не брались и от этого становится грустно и вы понимаете что возможно и не стоит тратить такое количество денег на все это дело теперь поговорим за настройки документация nexus она довольно хорошая до определенного момента то есть всякие базовые сущности как скажем сварить суп чтобы у вас получился вкусный вкусная группа репозиториев описано очень здорово но когда вы сталкиваетесь с проблемой что вам нужно настроить java virtual machine anexus для тех кто не знает написано java вот тут настройки описаны очень плохо и наступает прям невероятное поле для экспериментов также существует множество недокументированных настроек и о них вы можете узнать либо открытую часть исходного кода либо по на подсказке которая есть на их форме и все те кто планирует хоть в каком-то виде nexus администрировать я вам очень рекомендую зайдите на форум погуглите там свою проблему вы сэкономите себе тонну времени которая в документации не отражена и влияние всех этих настроек на работу сервиса она воистину непредсказуемо поговорим за java virtual machine и все что с ней связано была у нас такая замечательная проблема бесконечный full garbage collector как это выглядело работает у нас сервер себе сервис все с ним хорошо неделю или даже две а потом внезапно бац и все перестало работать все запросы у нас отваливаются по таймауту идем читать логи видим что у нас случается full garbage collection и сразу же он случается снова и снова и снова и объем освободившейся памяти будет смешной так сказать не сочтите меня голословным посмотрим на скриншот в верхних точках вы видите что full gc случался занимал относительно вменяемое время освобождал приличный объем памяти вот последние три строчки выделены вы видите что full gc длится очень много и очень долго почти по 30 секунд и объем освободившейся памяти но он правда смешной то есть мы свалились в бесконечный full gc из которого нам из которого выход только один это рестарт сервиса давайте попробуем разобраться почему вообще все так произошло проблема крылась в том что при обращении на урок группы не гета поиск был у них баг и поиск происходил не только среди репозитория в которые носили тип не гета он вообще по всем репозиториям на ходил и начинал искать а у нас в контуре разработка в основном ведется на дотнете и не гет репозитория они у нас очень популярные самые высоконагруженные соответственно индексы orion db работали неправильно генерировался огромный memory трафик и неизбежно рано или поздно приходил фурга garbage коллектор пробуем настроить и начнем с того что куча у нас была 30 гигов мы выводили в логе максимально подробную информацию о том как у нас работал garbage коллектор чтобы можно было хоть чего-то начать хоть чего-то разобраться но помогли нам вот эти вот все настройки то есть что при оккупации кучи начинать разметку раньше что пауза для gc должна быть 300 миллисекунд что он чтобы он работал 12 потоков по поводу 12 потоков в документации оракловой прям хорошо написано есть формула как это посчитать сколько потоков для g1 вам потребуется но здесь самая интересная настройка это последняя которая говорит про хранилище небольших кучек постоянных объектов значит смотрите по дефолту если мне не изменяет память это значение равно четырем то есть у нас внутри нашей кучи есть четыре кучки поменьше в которых хранятся объекты которые переживают сборку мусора то есть они переезжают следующую итерацию постоянно 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 и в чем была проблема то есть когда мы уходили в полный garbage collector это означало только то что nexus сейчас для работы все эти объекты нужны и он не может их вычистить из памяти когда мы эту скажем так кучку внутри кучки увеличили до 8 у нас проблема не то чтобы прям ушла но жить нам стало намного легче сервис мог без рестартов существовать значительно дольше по месяцу или даже по два и вот такой результат у нас получился у нас stv паузы стали очень маленькими и само приложение работало достаточно долго и по персентилям вы тоже видите что это достаточно неплохо скажем так и все же корень зла у нас оставался баг в логике работе сервиса то есть то что мы делали оно исходную проблему не решит оно нам позволяло жить с последствиями когда у вас активное скажем так использование вам нужно что-то сделать вы не можете на это просто забить и еще одной причиной было то что nexus выпустили смешанную смешанный режим работы не гет репозиториев у вас репозитории могли работать и по по второй версии протокола и по третий и существовать внутри одной группы и это все взрывало если у вас внутри группы были только репозитории только третьей версии с проблемой вы сталкивались намного реже а впоследствии они это починили вы перестали сталкиваться с этим вообще но сам баг они починили только 10 релизов спустя релизный цикл у них не то чтобы стабильный но в общем это получилось наверное в районе полугода может быть чуть подольше и настройки gvm впоследствии мы вернули к более классическим однако новые опыты знания позволили вывести более интересную конфигурацию она выглядит таким образом внимательный зритель заметит что как-то у вас тут разительно куча увеличилась была 30 гигабайт стала аж 90 что ж такое произошло но за эти полгода команды постепенно заезжали репозиториев у нас становилось больше тот же самый докер рост и соответственно потребление памяти nexus все росло расстроило и росло и хотя бы вертикально мы могли его масштабировать и это нужно было делать по картинкам вот так вот у нас сейчас выглядит потребление памяти то есть у нас остается запас 15-20 процентов на случай пиковых нагрузок здесь мы видим количество выживших объектов после сборки мусора учитывая наш объем кучи 572 мегабайта ну это приемлемое значение это не так уж и много как может показаться и я скажу еще одну интересную историю называется она и один в поле воин внезапно у нас просто берет и отваливается один из репозиториев он просто перестает работать ну первое что мы делаем и бежим влоги и смотрим и таки опачки у нас значит на один пакет точнее на его индекс ломится больше ста потоков одновременно ну проблема ли это то есть казалось бы ну может кто-то ошибся запустил сборку своего пакета на всех тем сити там легит лап раннерах разом и вся эта вот машинерия пошла за одним пакетом могло такое случиться могло вероятность этого события маленькая ошибку начинаем гуглить искать в документации ничего нет но мы хитрые мы идем в исходники мы начинаем смотреть где там вообще есть такая настройка фигурирует там такие слова или нет да она находится мы пытаемся увеличить до 200 до 300 до 500 и мы огребаем другие проблемы то есть нюгет репозитория у поля она починилась но у нас отвалились другие и здесь у нас развивается огромное количество поля для экспериментов из-за чего это вообще произошло ну здесь были виноваты уже мы у нас была несогласованность настроек балансировщика и ингресс и получалось что на балансировщике количество ретраев было установлено в единицу она ингресс было дефолтное значение в ноль что по сути означало повторять запрос всегда пока он не завершится успешно и таким образом нам прилетает условный запрос смерти который бы не выполнился да отвалился а мы сами себя медитативно начинаем добивать выполни 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 ну устроили сами себе дудос чего делать стали умнее и тут я вам еще должен сказать что nexus у нас это старичок бородатый и дряхлый который работает на java 1.8 и есть очень не побоюсь этого слова мемный тикет у них на джири которому наверно три-четыре может быть даже пять лет и люди говорят что ребят даже там уже убунта у дебина выходят образы которые работают на армии на котором не работает восьмая джава давайте с этим что-нибудь сделаем ну и актуальная версия джавы сейчас у нас лтс 1.17 и насколько я гуглил последний раз релизом кандидат релиз кандидат по моему то ли 21 то ли 22 то есть отставание у нас огромное от текущей мейнстримовой джавы что я хочу сказать заключение nexus это сервис с определенной философии и если вам эта философия близкая она вас устраивает ну скажем так вы получите много море удовольствия он очень гибко может настраиваться из коробки дает вам плюшки безопасности которые сервисы по отдельности то есть например там питоновская галерея new get галерея или тот же harbour вам просто не дадут у него есть вшитые настраиваемые политики очистки сколько я смотрел отдельных отдельные например там галереи и так далее такой функциональности там нет с другой стороны там есть релизионные базы данных на основании которых в эти политики можете создать когда вы к нему под привыкните он удобный ну и в конце концов это все в одном для кого-то это недостаток для кого-то это преимущество но они достатках тоже не будем забывать это долбанный монолит и это расстраивает всех всегда и я думаю будет еще очень долго расстраивать иногда он очень медленный и для своего для своей работы требует прям особого подхода чтобы вы погрузились вникли при больших нагрузках он требует очень тонкого тюнинга что вот тут большие нагрузки но я это ограничил больше 300 рпс понятно что рпс и бывают разные то есть условный get он вернется быстро если вы постите вот такого здоровенный образ он будет выполняться долго тем не менее наш инстанс сейчас может проживать 350 400 рпс и вот уже после этого значения он начнет себя чувствовать плохо опять же проблема это не очевидные настройки и nexus он тяжелый во всех смыслах то есть у вас большой инстанс он будет жрать много памяти он будет жрать много процессора он будет прямо пожирать огромное количество дискового пространства например в случае с докером ну и open source но не очень стоит ли оно вообще того ни один из схожих продуктов за бесплатно такое количество функциональности не предоставляет и я считаю что даже невзирая на все недостатки оно как минимум стоит того чтобы его попробовать и дать ему шанс возможно вам понравится готов ответить на ваши вопросы у меня все спасибо дима спасибо дима итак главный вопрос так любовь или ненависть вы знаете сейчас в современном мире очень часто говорят что лучший подарок это эмоции так вот если вам нравятся эмоциональные качели и вы после этого хотите походить психологу пожалуйста отлично теперь ребята есть qr-код можно задавать вопросы туда мы сейчас ответим на несколько вопросов и перейдем дискуссионную зону где можно будет выиграть книжку дима какую книжку поскольку эта конференция devops и наверняка здесь все так или иначе у нас любят возиться с кубернетисом или хотя бы что-то с ним делать а те кто знает это чуть подробнее он написан на го мы подарим вам книгу которая про этот язык расскажет подробнее если вы не умеете то научит с ним работать отлично итак кто готов задавать вопросы молодой человек спасибо спасибо за доклад вопрос следующий по поводу clean up policy вот этого всего когда вы сказали о том что вы зачистили половину веса репозитория грубо говоря да то что были слишком объемные там образы хранились и так далее какими принципами вы все-таки руководствовались потому что просто зачистить по принципу что она не участвовала сборки это тоже вопросик вызывает а вдруг она где-то в бою стоит да и это очень хороший вопрос потому что мы столкнулись такой проблемой у нас крутили сервисы в кубернетисе полгода с ними но доживут хорошо они не дрейнятся и там даже обновления спокойно переживали никаких критичных не было а потом так ой у вас образно утягивается а в nexus идем мы его затерли да 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 потому что смотрите рычажками nexus больше гибкости к сожалению не дать чем мы придумали у нас ребята сканируют все ноды смотрят ой у нас вот эта вот штука крутится больше 180 дней мы сделаем припул просто чтобы в nexus обнулить этот счетчик то есть подобную проблему мы решили таким образом еще из вариантов решения вы можете повзаимодействовать либо с самим опи nexus но помните что она медленная либо с api самого регистри то есть в nexus она реализована достаточно бодро но мы знаем да как всегда есть но когда вы найдете какой-то манифест и прочитаете его nexus посчитает что вы его скачали и ровно в этот момент у вас сбросится дата последнего скачивания и образ по сути у вас будет новый окей то есть вы обошли через вот этот вот сбрасывание счетчика да окей спасибо отлично сюда пожалуйста спасибо вот такой вопрос вот это было сказано что nexus горизонтально не масштабируется но же можно поднять несколько реплик вот сказать что вот эти самые там жирные допустим new get от которого одни проблемы в nexus будет жить в отдельном nexus а все остальные отдельно и так вот еще получить какой-то запас на горизонтальное масштабирование за счет шардирования такого да можно но здесь идет прямое расхождение с его философии все в одном то есть у тебя уже получается не менеджер репозитори фа здесь я по менеджеру не get здесь по менеджеру докер здесь например у меня питон будет жить так можно сделать и действительно вы нагрузку на основной стенд снизите я в общем в nexus сейчас относительно недавно родилась такая штука как прокси ноды мы сами еще это не изучали но в чем суть то есть у вас есть тяжелая прокси докер хаб нюги торг все вот эти вот популярные вещи и вы можете это все вынести отдельно и поселить на отдельной ноде чтобы нагрузку на основную снизить а еще вы их можете расшаргировать то есть ты можешь делать что у тебя прокси только для докера только для питона это будут все разные ноды и внутри ингрессом они разрулиться отправят запрос куда надо еще такой вопрос поскольку там прокси репозитория не ходят там допустим тот же докер хаб и в какой-то момент это все работало хорошо и там пару лет назад докер такой хаб горит типа короче все запросы лимитированные и вот вам там сто запросов на сутки и огребалились с этой штукой или нет частично поскольку nexus это кэширующая прокси я скорее всего об этом забыл сказать прошу прощения то есть вы сходили за каким-то пакетом он к вам прилетел и он внутри nexus а сел то есть следующий раз когда вы за этом за этим пакетом пойдете он не честно там в докер хаб пойдет он свое внутреннее прокси сходит и отдаст вам его то есть это во первых намного быстрее будет при тяжелых сборках во вторых у вас всегда есть относительно постоянное хранилище того что есть по поводу лимитов да мы на это наступили когда вы настраиваете прокси у на ксу есть галочка http out и ты можешь туда положить свои креденшалы докер хабы эти лимиты обойти но разумеется условия у вас должна быть хотя бы одна платная учетка и видимо так надо на всякие другие хабы и к то где забираются пакет если есть ограничение да если есть возможность их платную четко обойти да например это не сработает с нюгетом потому что у нюгета точнее у нюге торг него довольно жесткое лимитирование по эпишникам и если вы почитаете документацию то да мы как бы никаких платных учеток под это дело не даем поэтому прокси кэш здесь становится прям спасением и это касается например опять же microsoft of ского регистри откуда образы для сборки современного дут на это тянутся спасибо привет привет спасибо за доклад вот ты много говорил о том что он неповоротливый медленный монолит не масштабируется я правильно понимаю что можно в какой-то момент просто упереться в это ограничение и таким образом nexus не подходит например для крупных компаний если у тебя ответ до какого размера он подходит что делать если ты его перерос у них в официальной рекомендации прямо есть что если у вас условная папка sorium db начинает весить больше 12 гигабайт то есть это все это не учитывая контент не учитывая данные это именно схемы роли security всякие штуки вот если больше 12 гигов они такие ну ребят пора платить денежку переходить на постгресс если меньше этого значения то можете жить спокойно у нас сейчас эта волшебная папка весит 11.8 у нас nexus занимает после всех чисток 8 терабайт в пике у нас было 15 и как я говорил мы 350 400 рпс выдерживаем то есть я бы сказал что это достаточно высокая нагрузка на менеджер репозиториев но все что больше вам либо опять же придется его тонко тюнить и искать вот эти недокументированные настройки либо смотреть в какую-то другую сторону опять же прокси ноды про которые я сказал они частично эту проблему решат то есть по распределению запросов на основную вопросов а у тебя есть еще вопрос появился хороший вопрос был перед этим так до коли продолжаться будет когда переписывать там взять его на распределённую и нормальную систему от ответа на этот вопрос нет гриша у нас просил когда его переписывать на хорошую распределённую систему мы можем пойти в санатайп и потребовать с них с этого но я догадаюсь куда они нас отправят с такими вопросами давайте у нас есть время на последний вопрос вот молодой человек а ну отлично ребята если мы не ответили на ваш вопрос если вы хотите подискутировать про любовь ненависть nexus роботов мы сейчас будем дискуссионной зоне я точно знаю что в чате есть вопросы поэтому приходите и именно там мы разыграем книжку так что ждем вас всем спасибо спасибо она 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 Продолжение следует...